Последнее, что нам с вами нужно сделать в рамках 27-го урока, это, как обычно, познакомиться с лексическим минимумом и разминочными упражнениями. Лексический минимум здесь чуть-чуть побольше, в прошлом уж совсем маленький был, но здесь хоть и совсем новая тема, причастие и так далее, но тема на самом деле не очень пока сложная и не так много материала заучить, поэтому вот лексический минимум побольше. Давайте мы по нему пробежимся. Первый глагол – анабайно. Глагол с корнем «ба» и приставкой «ана». Корень «ба» интересен тем, что вот в аористе он образует так называемый корневой аорист, где нет никаких там соединительных гласных, никаких образующих времени, просто окончания добавляются прямо к корню. То же самое с этим корнем происходит, что и с корнем глагола геноскопа, корень «гно». И поэтому вот формы аориста этих двух глаголов во многом похожи. Ну давайте посмотрим по порядочку. И другие формы тоже. «Имперфект» «Ане» «байнон» «ан» – приставка, «э» – перерощение, «байн» – такую же основу, как в настоящем времени «он». В будущее время «а» на «бесо май», но «а» – приставка, «альфа» удлинилась в эту «б», «сигма о май». В будущем времени, видите, он имеет форму среднего залога, и это, опять же, типичный для греческого языка эффект. Глаголы, имеющие действительную форму в настоящем, в будущем времени без существенного изменения значения употребляются в среднем залоге. «Аоист» «Ане», «байн» – видите, «ам» – приставка, «э» – приращение, «б» – корень и «н» – сразу же окончание. И «перфект» «Ана», «б», «бк» – нормальное удвоение, нормальное образующее, здесь все по правилу. Следующее, ну, поднимаюсь, восхожу, перебуду, «Анабасис» – есть такой известный греческий роман «Посхождение». Ну, если вот вы знакомы с ним, то, может быть, это поможет запомнить ксенофон. Следующее слово «Архиереус» – первосвященник. Обратите внимание на его основу «Архиереус» с дегаммой на конце, поэтому «Архиереус», но родительный падеж уже «Архиереос», то есть окончание, это третье склонение, потому что вот тут там была дегамма, поэтому «сигма» добавилась, а «О» превратилось в «О», а в родительном падеже это «В» выпало, но «О» в «Омегу» компенсаторно удлинилось, поэтому вот это «В» или без «В» варианты, они потом вот так проходят через всю парадигму. Следующее слово «Архиереус» – правый. Ну, формально это прилагательное, но зачастую оно обозначает там правую сторону, правую руку, и на синодальном переводе «Десница» переводится, вот «Десница» – это правая рука, «Э» или «Одесную», то есть справа, поэтому вот зачастую оно без определяемого существительного просто стоит, знайте об этом особенности. Слово «ДО-2» – немного склоняемое, посмотрите, именительный, родительный и венительный падеж имеют форму «ДО», а дательный падеж имеет форму «Дусин». Ну, вот, пожалуйста, на эту форму обратите внимание. Слово «Хэтерос» – другой или иной. Когда-то это в классическом греческом языке было четкое разграничение между «Алос» и «Хэтерос». «Алос» – другой того же вида, «Хэтерос» – другой иного вида. Иногда вот в каких-то комментариях это разграничивает, но важно обращать внимание больше на контекст, чем на саму разницу слов, потому что в некоторых случаях вот это различие, но в заветные времена стало уже теряться. Следующее слово «Ангелидзо» – «Благовествую». Ну, достаточно легко запомнить «Эу» – приставка «благо», «Ангел», да, вот «Ангел» – слово «весть» и так далее, «благовествую». Поэтому я думаю, что с запоминанием слова проблем не будет. Формы тоже у него достаточно просто образуются. «Эу» – «Энгелидзон». Видите, приращение после «Эу». «Эу» как приставка рассматривается, «благо». Форма будущего времени, ну, не так случилось, не встречается. Форма «Алориста» – «Эу». «Э» – опять приращение. «Нгелиса». Корень «Энгелид». И дельта сигмой седается. Перфект среднестрадательного залога «Эуэнгелисмай». Так как основа начинается с гласной, она удлиняется в перфекте тоже. Похоже на «Алорист» или «Имперфект». «Эуэнгелисмай». Дельта под влиянием «Мю» превращается в сигму. И «Аорист страдательного залога» – «Эуэнгелисм». «Тен», опять же, дельта под влиянием «Т» превращается в сигму. Очень часто глагол встречается в среднем залоге, но переводится так же, как и действительно, и благовествует, и проповедует. Почему средний залог с этим глаголом? Ну, где-то это, наверное, сочетается с особенностью смысла глагола, потому что, вы помните, средний залог, он залог, обозначающий некую вовлеченность, интерес и так далее. Человек, рассказывающий благую вещь, вовлечен и заинтересован во всем этом. Ну, не то, чтобы мы должны это как-то специально акцентировать, но все-таки вот связь мы вполне понимаем. Глагол следующий – «ТОРЭЛО», «Вижу, смотрю», тоже достаточно правильные формы, это он в имперфекте, «Эпсилон» слитный глагол, видите, «У» появилось в будущем, «ТОРЭСО», «Эпсилон» в эту удлинилось перед сигмой, в овести «ЭТОРЭСА». Тоже прекращение, «ЭТОРЭЭ», «Эпсилон» длинилось и образующее времени «САТОРЭСА». «Херусалума» – «Иерусалим», может быть, в среднем роде, один раз употребляется в женском роде. Есть несколько форм написания слова «Иерусалим» в Новом Завете, это заимствованное слово, и разные авторы чуть-чуть по-разному могут писать. Глагол «КАТЭМАЙ» сижу-сажусь, и если вы по-византийски прочитаете «КАФИМАЙ», и вот это «КАФ», корень, тот же самый, что и у слова «КАФЕДРА», «КАФЕДРА», ну и греческая «КАФЕДРА» или по-византийски «КАФЕДРА», «СИДЕНИЕ», ну вот это то место, с которого оратор произносил речь. У нас сегодня «КАФЕДРА» – это такой тумб, за который стоит оратор, а раньше это было сидение, на которое оратор садился. У нас сегодня оратор стоит, все сидят, а раньше оратор сидел, а все стоят, ну, по крайней мере, учитель сидел, да, ученики стояли. Так что вот у нас кое-что поменялось, но вот эта вся история про «КАФЕДРА» может помочь вам это слово «КАТЭМАЙ» запомнить. Что касается его фо-форм, то «ИМПЕРФЕКТ ЭКАТЭМАЙ» ну, видите, оно на «МАЙ» оканчивается в настоящем времени, оно только в среднестрадательной форме встречается, и также вот в «ИМПЕРФЕКТЕ», и в будущем времени «КАТЭСОМАЙ». «КАТАБАЙНА» глагол «спускаюсь, схожусь», по аналогии с «АНАБАЙНА», «поднимаюсь, восхожу» очень легко запоминается, но и за исключением другой приставки, все формы образуются совершенно аналогичным образом. Следующее слово «ХУ» – «ГДЕ». Внешне похоже немного на отрицательную частицу «У», но другое придыхание, и также похоже на относительное местоимение мужского рода, которое тоже выглядит как «ХУ», ну, здесь контекст должен помочь вам разобраться. «Паракалео» – «Убеждаю», «Утешаю», «Увещеваю». Может быть, вы когда-нибудь слышали такой теме «Паракалетос», вот в синодальном переводе переведено как «Утешители», одна из ролей Духа Святого, ну, он и «Утешитель», он и «Увещеватель», он и «Защитник» в определенных контекстах, вот это слово по-разному может употребляться, Иисус тоже назван в Первом Послании Иоанна этим же самым словом, он там переведено как «Ходатай перед Отцом», и «Паракалетос» – «Утешитель» назван другой «Утешитель», потому что первым «Утешителем» был Иисус, ну, вот это «Пара» и «Кле», «Калео», «Кле» – «Корень», вот это вот на слуху слово, поэтому поможет запомнить. Как изменяется «Паракалео» по временам? В имперфекте «Парэ», видите, о превращении, «Кал» – «Ун», «Эпсилон» – стыдный глагол, поэтому «Ун», «Омикрон» и «Эпсилон» дают и в тонку «У». В будущем не встречается в области «Парэ», «Кале», «Са». не произошло удлинение, потому что когда-то в основе было «Калео», и хотя «В» выпало, но из-за ее наличия «Эпсилон» в эту не удлинилась, и в перфекте среднестрадательного залога «Параке» удвоение «Кле-Май». Видите, корень «Калео» в «Кле» превратился, и в «Аористи» то же самое «Парэ», «Кле-Тэ». Ну, «Параклетос», да, вот, и «Экклесия», да, вот, «Церковь», «Эккле», да, вот это помогает корень «Кле», связанный с званием запомнить. «Пейто» глагол, убеждаю, изменяется по временам, «Эпейтон», безо всяких проблем, у перфекте, «Пейсо» в будущем времени, «Сигма» съедает «Тэ». «Эпейсо» в «Аористи», «Сигма» съедает «Тэ». «Пей» удвоение «Кой-Та» в перфекте, небольшая вариация гласной в корне и удвоение, но узнать можно. «Перфект» среднестрадательный «Пейс-Май», «Т» под влиянием «М» превращается в «Сигму», и «Аористрадательный» «Эпейс-Тэн». Опять же «Т» под влиянием «Т» превращается в «Сигму». Ну и наконец слово «Трейс» и «Треа» — «Три». Очень легко запомнить, очень созвучно с русским языком звучит. Да, слов побольше, но много ассоциаций, и «Три», и «Ивангелитзо», и «Иерусалима» и так далее, вы их сразу выучите, но остальным словам уделите внимание, чтобы проблем с ними не возникло. Ну и наконец, нам с вами нужно посмотреть разминочное упражнение к домашнему заданию. Главное в распознавании причастий вы будете делать, вот выполняя домашнее упражнение, и тренироваться в узнавании причастий. Ну, вот первый шаг, разминка, давайте мы его сделаем вместе. Так, 27-е упражнение. «Анабайнонтез эйс херусалума». Глагол «анабайно». Новый изучаем, мы поднимаемся, восхожу. При, видите, «анабайн», «о» – соединительное гласное, «энтэ» – суффикс, «эс», падежное окончание для третьего склонения, именительное падеж, множественное число. «Восходя в Иерусалим». Ну, явно в контексте должно быть подлежащее множественное число, поэтому и причастие тоже во множественном числе. Кстати, Иерусалим всегда восходит, вот когда вы читаете Новый Завет, когда кто-нибудь идет в Иерусалим, откуда бы он ни шел, Иерусалим восходит. Ну, и то, что он на горах расположен, ну, и, может быть, даже еще и значимость Иерусалима этим тоже подчеркивается. «Бета». «Вос эл куней ауто ле гуса кури». В данном случае у нас причастие ле гуса. Причастие женского рода встречаются пореже, их суффиксы посложнее запоминать, суффикс «энтета», тем более сразу в глаза бросается, но все-таки вот приложите усилие, чтобы заучить, и чтобы вот эта ле гуса не смущала вас. Это причастие женского рода именительного падежа, единственного числа от глагола века. Поэтому речь идет о какой-то женщине, по контексту мы понимаем. Теперь «прос э куней». «Прос кунел» кланится, и в данном случае «Она кланялась ему, говоря, господи». Звательная падежа от курьез. «Прос э куней» — это имперфект видит. «Прос» приставка «э» приращение, «кунэ» — такая же основа, как в настоящем времени. «Эй» у нас получается слияние двух эпсилон. «Прос куней» плюс эпсилон — окончание третьего единственного. «Она кланялась ему, говоря». «Гамма» — «апистейлон» — «прос аутон» — «колунтес» — «аутон». В данном случае у нас причастие от глагола «колэо» — «колунтес». «Кал» — «эпсилон» и «омикро» соединительное гласное слились далее в тонку, поэтому «колу» — «энтэ» — суффикс «веден», и причастие у нас, видите, именительного падежа множественного числа. Теперь глагол «апе» — «стейлон». Это от глагола «апостелло», видите, «ап» — приставка, «э» — превращение, «стейл» — «основа» и «ан» — «окончание». Почему «ан»? Потому что в аористе сонорного глагола после λ, σ не может стоять, поэтому остаётся только «ан». «Они послали к нему, зовя его». Ну, в данном случае, вот, наверное, цель, да, чтобы позвать его, а не послали к нему, чтобы позвать его. Дельта. «Хоисус элегер дидаско» — «причастие дидаско» — «дидаск» — «основа» — «он» — «окончание» — «причастие» — «именительного падежа» — «единственного числа». Для этого у нас «причастие» были множественного числа, и вот это «он» — «тес» хорошо было видно, а вот «он» надо запомнить. «Иисус говорил уча». «Эпсилон» — «кай», «катэменой», «эдэвун», «аудон». «Мэн» — видите, суффикс, «катэмай» — это новое слово, которое мы изучаем, «сидеть», «помнить», «кафетра». И «катэмай» — слово, встречающееся только в среднестрадательном залоге, но и в «причастие» оно тоже, поэтому в форме среднестрадательного залога, «именительный падеж», «множественное число». Теперь главный глагол «эдэвун» от глагола «терэвун», «э» — «прерващение», «терэ» — «основа», «он» — «окончание», «эпсилон» — «основы» и «омикрон» — «окончание» слились, «дали лифтонг» — «он» — «это имперфект» от ТВО, «третьего множественного», и у нас получается «и» — «сидя» — «они стерегли его». «зэто» — «ме хоронтес ала пистолонтес». Здесь у нас два «причастия», «хоронтес» — «причастие» от «харао», «альфа» — «основы», «омикрон» — «слились», «дали о», «т» — «суффикс» — «хорошо виден», и «пистолонтес» тут вообще безо всяких проблем «онтес» видно. «Не видя, но веру я». И последнее. «В блэпонтес у блэпусин кай акуонтес ук акуусин». У нас здесь «причастие» «блэпонтес», видите, «онтес» и «акуонтес». Именительное и множественное тоже. «Видя» — «они не видят», и «слыша» — «они не слышат». Как видите, переводить довольно легко. «Причастия» здесь переводятся и «причастиями». В русском языке все получается достаточно просто и естественно. Так что данный, по крайней мере, рог, я надеюсь, больших проблем вам не предоставит. Но потом опыт будет набираться и со всеми особенностями употребления «причастия» вы справитесь. Так что работайте, благословите.